Спасатели и пожарные всегда там, где нужна помощь. В завалах, разрушенных строениях, в дыму и огне пожаров, на автомобильных дорогах, на затопленных водой территориях. По первому приказу 15 брянских спасателей и сотрудников ГИМС вылетели на Дальний Восток, чтобы ликвидировать последствия разрушительного наводнения. С полной отдачей сил, знаний, опыта они помогали жителям села Троицкое, Нанайского района, Хабаровского края противостоять стихии, за что были удостоены наград Брянской области и МЧС России. Еще одна чрезвычайная ситуация регионального уровня произошла в апреле. В результате интенсивного подъема воды в реках области оказались потоплены несколько населенных пунктов. Особенно тяжелая обстановка сложилась в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска, где были потоплены 18 улиц. Нарушено движение транспорта и пешеходов. В целях обеспечения жизнедеятельности в поселке была создана достаточная для выполнения функциональных задач группировка сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС. Транспортное обеспечение населения в поселке осуществляли машины повышенной проходимости. Гибели людей в этот период допущено не было. Резонансным событием уходящего года стало падение легкомоторного вертолета в реку Десна. В спасательной операции участвовали 32 человека, 12 единиц техники, в том числе 10 спасателей и водолазов. Если наши спасатели, наши пожары, наши предыдущие в целом оцениваются как оперативные, достаточные и те люди, которые привлекались для их ликвидации, они за свою задачу выполняют. Для спасения людей у наших пожарных спасателей есть вся необходимая техника и оборудование. В Брянске в январе 2013 года введено в строй, оснащено новейшей техникой, пожарно-техническим вооружением, пожарно-спасательным инструментом и оборудованием, специализированное подразделение Федеральной противопожарной службы, специализированная пожарная часть номер 14. Ее личный состав обучен, аттестован на выполнение более 50 видов поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ. Благодаря созданию в уходящем году новой спецчасти из шести добровольных пожарных команд, 2013 год войдет в историю как год, когда в Брянской области завершена работа по 100% прикрытию территории области подразделениями пожарной охраны с учетом реализации требований технического регламента о требованиях пожарной безопасности. В целом, успешная деятельность МЧС России по Брянской области это сотни спасенных жизней в Брянске и за ее пределами. Тысячи граждан сегодня знают, что есть служба, работники которой постоянно на посту и всегда придут на помощь в случае беды. Татьяна Глазова, События.